Что мы делаем на проектах внедрения? Мы участвуем в формировании требований ASU TAIR, то есть то, что называется техническое задание, поскольку заказчику, как правило, самостоятельно сложно это сделать, нужна наша помощь. Участвуем и формируем постановки на отдельные части IAM-системы, на какую-то функциональность, которая требует доработки в типовых. Поскольку наши сотрудники представляют, как работают эти системы с одной стороны, с другой стороны, разговаривают на одном языке с техническими службами заказчика, с теми же механиками, понимают, что требуется добиться от программного обеспечения. Сейчас наша компания выполняет комплексные проекты, начиная от постановки процессов и заканчивая внедрением уже непосредственно IAM-системы, а также развитием этой системы. Как пример, внедрение в 2021 году наше направление участвовало в комплексном проекте большой компании, которая производит крупногабаритные пластиковые изделия. В проекте ставились процессы, формировалась база данных оборудования, база данных нормативов для планирования работ. Об этом расскажет мой коллега Артем. Наше направление работало с IT-службой заказчика. Заказчику удобно было не внедрять полную IAM-систему, а дорабатывать типовой модуль 1S ERP. В нашем участии мы делали постановки для того, чтобы сформировать функциональность, которая необходима для планирования работ, формирования планграфика ППР. Далее формирование бюджетов в том виде, в котором они используются в финансовой службе именно этого заказчика. Ну и дальше это все тестировали и вместе с IT-службой заказчика проверяли. В итоге функциональность работает. Приятие закупало новые линии, монтировало, устанавливало и новые линии сразу работали именно в системе ТАИР, разработанной на проект. В 2022 году сейчас идет проект тоже комплексный. Это компания по производству кормов для животных. Здесь внедряется типовая 1С-система 1С ТАИР. Проект точно так же от постановки процессов. Другие сотрудники, другие подразделения компании простоев нет, ставят процессы, формируют базу данных оборудования, точнее база данных уже сформирована, формируют нормативы на обслуживание, формируют технологические карты. А наша задача контролировать работы субподрядчика, который выполняет именно IT-шную часть, то есть разворачивает типовую 1С ТАИР, ее настраивает, дорабатывает по нашим требованиям ее функциональность, ну и выполняет поддержку во время опытно-промышленной эксплуатации. Ну вот такие примеры проектов реальных. Привет, я мультяшный робот простоев нет. Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев. Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта. Участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР. Менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР. Специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе СДО «Простоев.нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от «Простоев.нет», которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!